Доброе утро, дорогие телезрители! Наш утренний эфир продолжается и в студии у нас гости. Я думаю, многие узнали. Это Тамара Чиниева, поэтесса. Кстати, не так давно Тамара стала еще и депутатом местного самоуправления. Тамара, доброе утро! Рада видеть тебя в нашей студии сегодня. Хочется поговорить с тобой о многом. Вот для начала хотелось бы узнать, как ты вообще относишься к тому, что, допустим, тебя представляют не поэт, а поэтессы. Ведь многие пишущие женщины не любят, когда их представляют именно поэтессы. Я вообще-то не против, потому что называют себя поэтом, когда были и есть такие поэты, как Пушкин, Цветаева, Ахматова. Немножко мне даже нелепо кажется, поэтому я совершенно спокойно отношусь и к представлению поэтесса. Почему бы нет? Если ты женского рода, да, то абсолютно, да. Ну, это идет уже от Цветаева, и очень многие пишущие леди, так сказать, предпочитают, чтобы, конечно, говорили поэт. Ну, мне как-то вот, я считаю, что это не суть важно, да. Главнее то, что ты пишешь. Действительно, согласна. К этому обсуждению мы еще вернемся. Хотелось бы поговорить вот совсем недавно. Тамар, ты стала депутатом. Вот расскажи, пожалуйста, с чего вообще начался твой путь в политику? Ну, да, наверное, начался все-таки, хотя от политики я всегда была очень далека, если признаться честно. Но вот, как говорят, все случайно и закономерно, наверное. Вот, ну, группа людей предложили мне, вот почему бы нет, там ты очень активно работаешь и могла бы пригодиться селу, в котором живешь. Ну, я и выдвинула свою кандидатуру. И на мое удивление, да, я не так давно живу в этом селе, ну, пятый год, хотя то и не так мало, но мне было очень приятно узнать, что было много голосов, несмотря на то, что я даже своим коллегам, сотрудникам мне не говорила, что я вот баллотируюсь абсолютно ни одному человеку. Ну, действительно, это было приятно узнать. И если я до того, как я уже узнала, да, что ты уже депутат, немножко сомневалась, надо ли мне это, то, вернее, вот в этот пограничный момент, да, когда я думала, пройду я или нет, я вдруг поняла, что мне все-таки хочется пройти, и что у меня уже в голове есть кое-какие мысли, планы, что бы я хотела сделать, прежде всего для наших детей, конечно же, поскольку я художественный руководитель Дома культуры, и вся программа моя, да, вот как депутата нацелена на детей. Ну, то, чтобы самое главное, я уже говорила, вот оторвать их от телевизоров, планшетов, телефонов, ну, гаджетов, да, скажем так, и привести к творчеству, чтобы они научились что-то делать сами, созидать и понимали, что это все-таки интересней. Ну, конечно. А что входит в свои новые обязанности, вот как депутата? Ну, вот буквально вчера у нас было первое заседание, мы избирали главу сельского поселения, и нам, как бы, провели такую разъяснительную, да, беседу о том, что входит в наши обязанности, попросили относиться вот к этой, как, ну, скажем, должности, да, очень, ну, с пониманием и как бы не без отмашки какой-либо, что это очень важно. Ну, прежде всего, я думаю, это бумажная работа, да, какие-то обращения жителей, что я могу делать от себя, я могу формулировать, да, вот какие-то жалобы, выслушивать людей, оформить их как надо и пускать нужное русло, так скажем, чтобы уже на местах власть обращала внимание и принимала какие-то действия, потому что есть у нас, конечно, в селе чем, над чем работать, как и в любом селе. Тамара, расскажи, а вот сколько вообще было, точнее, баллотировалось депутатов вот от вашего села Зязиковьерд? Насколько я знаю, было человек, наверное, 13. То есть немало. Да, много было. Ну, из них прошли 10 человек. 10 прошли, да, трое. Мне было приятно, мне сообщили, что я на четвертом месте, вот, по голосам. Это очень даже приятно, конечно. Да, да. То есть и поэтому вот я уже, конечно же, чувствую какую-то ответственность. Вот я это сразу почувствовала, думаю, все-таки вот эти люди, которых я не знаю, возможно, но которые знают меня, они пришли и проголосовали, поэтому, конечно же, отдача будет. Я постараюсь. Как ты думаешь, что является причиной твоего успеха в этих выборах? Ну, год, пару месяцев, да, можно сказать, как я вступила в должность художественного руководителя Дома культуры. И самое главное, на мой взгляд, что мне удалось сделать, это расположить детей и вообще жителей, да, родителей этих детей так к себе, чтобы они заходили в этот Дом культуры, переступали его порог, как порог собственного дома. Вот я только и успеваю говорить, что это вот для вас построено, это ваш дом. Заходите, хотя у нас есть некоторые проблемы и со штатом, и с оснащением Дома культуры, поскольку нам всего год. Но мы пытаемся в любого ребенка, который зайдет, развлечь, отвлечь. Слава Богу, у нас очень хороший библиотекарь, и библиотека неплохая. И там мы поставили столы со всякими играми. То есть, ну, даже если это вне кружковое какое-то время, да, дети иногда приходят, то есть нам есть чем их занять. И, ну, кроме того, я сделала литературную студию там и набираю вот девочек, мальчиков старшего возраста, ну, старшеклассников, которые имеют какие-то навыки вот к написанию текстов любых. Не обязательно это стихи должны быть, или литературные произведения вообще, даже публицистика и тому подобное. То есть, вот, да, Леонид Алия, хочу очень. И именно в этом направлении я работала и в Нальчике, вот, на ФДП, факультет дополнительных профессий мы занимались. И то же самое мне хотелось бы, потому что у нас есть много талантливых детей. Спасибо, Тамара. Сейчас ненадолго вернемся на музыкальную паузу. После вернемся и продолжим нашу беседу. Друзья, оставайтесь с нами. Друзья, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима Тorzok ДимаTorzok 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 Но как вот мы видим пример, то есть это все реально. Ну, я была сначала, ну как, еще доза мужества, если взять этот период, да, я успела 12 лет поработать в средствах массовой информации в Кабардино-Балкарии, где жила и работала, организовывала всякие мероприятия там и преподавала в университете журналистику. То есть, да, я работала и не могла себя назвать этот период хозяйкой, да, тем более хорошей. Но выйдя замуж, я 5 лет вообще закрыла для себя все, что касается профессии и работы и посвятила себя дому, семье, готовке. И вот я настолько полюбила готовить, что на полном серьезе думала, что, возможно, следующая моя книга будет называться «Радость готовки», потому что я придумывала всевозможные рецепты и действительно поняла, что это тоже искусство и такое вот сакральное, да, дело, что это отдельная тема кулинария для меня. Ну, и вот, наверное, в этот период я поняла, что значит быть хорошей хозяйкой. Ну, а потом вот с переездом из, кажется, в Ингушетию я как-то вот плавно вернулась в профессию и как-то теперь уже легко все совмещаю. Научилась, да, все это совмещать? Ну, да, уже как-то вот все само собой складывается, потому что ты с легкостью работаешь и с легкостью как бы ради своих детей все делаешь, что касается дома. В принципе, сейчас в ДК я занимаюсь, можно сказать, тем, чем я занималась 15 лет назад в Нальчике. Поэтому для меня это даже в каком-то смысле пройденный этап, но здесь у нас нет, поэтому с новыми силами и уже с каким-то опытом я работаю. Немножечко о поэзии хотелось бы поговорить тоже, Тамара. Расскажи, может быть, есть новые какие-то стихи или над чем ты сейчас вообще работаешь? Ну, поэзия – это моя любимая тема. Я сейчас, да, работаю над четвертой книгой, которая у меня сорвалась уже несколько раз. И, наверное, это все-таки не случайно все, потому что бывают такие моменты, когда действительно появляются спонтанно очень неплохие, хотя нельзя так, наверное, говорить о своих стихах, но все-таки ты понимаешь, когда получилось, когда нет. Ну, конечно. Конечно. Появляются новые стихи, которые, наверное, должны были быть все-таки в этой книге. Книга сейчас на стадии, она уже оформлена, содержание, в принципе, готово. Но, опять же, я же говорю, вот сегодня мне напишется что-то, да, я вот никогда же не знаешь, когда что придет, как Вознесенский сказал. Стихи не пишутся, случаются, как чувства или же закат, душа слепая соучастница, не написал, случилось так. Поэтому вот все я собираю, и каждое новое стихотворение, да, набираю. И, наверное, эта книга все-таки, она где-то уже есть. Я вот пока не знаю, какое там будет содержание, потому что я, как говорила, уже сорвалась она 2-3 раза у меня, но теперь она будет более содержательной. Теперь я ее вижу уже более четко и понимаю, что там не хватало и что должно быть. Ну и выстраиваю, конечно, концепцию. Мне хочется, чтобы это было для читателей Ингушетии, да, сейчас с появлением мобильных сетей появилось очень много читателей, которые действительно ждут книги и готовы ее купить и спрашивают. Вот поэтому я соберу в этой книге все самое интересное из прошлых книг и все новое. Я скажу так, это меня оздоравливает. Если бы не стихи, наверное, я была бы более напряженной. Они мне помогают жить. Ну, есть даже такое явление, как стихотерапия. Это уже известно, уже на уровне чуть ли не профессиональном. Лечит людей стихами, поэтому, ну, я вот всегда говорю, что стихи – это прежде всего наши эмоции, да, которые вот у нас тут внутри. И эмоции, они довербальны, и все, что мы можем сказать словами, мы даже не сможем никогда сказать словами все, что у нас тут. Это только стихами. Я в этом глубоко убеждена, что только стихотворный текст может точно описать, что с человеком происходит. Действительно. Тамара, и напоследок, в завершении нашей беседы, расскажи, пожалуйста, о своих планах на посту депутата. Ну, да, я повторю, что сразу же почувствовала какую-то ответственность, конечно, перед жителями, да, которые проголосовали, а значит, они надеются на какие-то изменения позитивные. Ну, в первую очередь мне хочется, чтобы в селе был детский сад. И мы, конечно же, этим займемся, напишем в нужные инстанции, да, и потому что у нас шхенгурских женщин, естественно, вот это самая такая проблема, да, насущная, куда ребенка отдать, чтобы он и развивался, и как бы времени было у мамы больше на какие-то дела. Ну, то есть это очень нужное дело. Кроме того, вот, я очень надеюсь, что я буду полезной вот в плане оформления каких-то, может быть, жалоб, предложений, не знаю, мыслей, и могу подсказать людям, куда им следует обратиться, или же даже обратиться от их имени. Ну, это наша работа, в принципе, сейчас. Ну, и таким образом потихоньку наводить порядок. Ну, что же, Тамар, действительно, было интересно с тобой пообщаться. Я желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Тамара Чинеева-ПТС и с недавних пор и депутат местного самоуправления. Ну, что ж, а наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами, не уходите далеко, впереди вас ждет еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова